Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Джана, и я живу в Эстонии. В продолжении темы о том, как определить, что вы из Эстонии. Я нашла подборку из англоязычной статьи. Если что, в описании можете посмотреть на английском. Вы хотите, чтобы правда и справедливость, ты да я и гус, правили миром? И это так. Я, кстати говоря, пробовала читать, начинала читать, но это очень сложная художественная литература. И достаточно такая тяжелая сама тема. Фильм есть, и фильм даже я не осилила. Он для меня немного такой депрессивный. Понятное дело, это те еще старые времена, когда жизнь была очень сложной. И да, у меня учительница моего эстонского языка где-то на третий или на четвертый год, когда я изучала эстонский язык, она внедрила мне именно эту литературу, то есть ты да я и гус. Мы начинали с ней вместе это читать. И я ей честно призналась, что я не осилила, не могу, мне очень тяжело дается. И, честно говоря, да, она обиделась очень сильно, вплоть до того, что она мне сказала, что я не хочу учить эстонский язык. Да, была вот такая печальная история у меня после ты да я и гус. Я не знаю, может быть, когда-нибудь осилила, но это очень сложное. Это, если кто-то не знает, кто вне эстонии, то это примерно как война и мир. То есть если вы будете новый язык изучать, и, допустим, вот вам скажут на третий или четвертый год, что вам нужно изучать войну и мир, да, это будет тяжело. Пью горячий рождественский чай, потому что у нас морозы и очень сильные. Это в декабре, а еще вся зима будет впереди. Что будет, неизвестно. Для вас совершенно нормально есть прокисшую пищу. То есть хапу кор, хапу курк, хапу капсас, хапу пим. И если перевести на русский, то это кислое молоко, кислое сметана, кислое капуста, кислое огурцы. В языке должно быть не менее 14 падежей. Вы знаете ходы песни Пыдра Амая. Вы считаете Илэ Прулья неофициальным государственным гимном. Вы знаете движение народного танца Кайра Ян. И я обязательно, конечно, проверила все эти пункты у своего мужа. Насколько он все это знает. То есть Пыдра Амая, Илэ Прулья, движение даже Кайра Ян. И у меня, можно сказать, дома был домашний концерт. Песни, пляски, танцы. Все как положено. И мы станцевали. Он меня научил тоже этим движением Кайра Ян. Народный танец. Теперь я знаю. Тоже. У всех в вашей семье есть фотографии с похорон. Но я думаю, это, наверное, более такое старшее поколение. Вы так гордитесь каждым эстонцам, что когда иностранцы говорят, что в Эстонии один миллион населения, то вы поправляете, говорите, что не один миллион, а миллион триста тысяч населения. Резюмировать одним словом, что означает, предстоит долгое объяснение. Упоминание о городе с миллионным и более населением вызывает легкую панику. Вы знаете, после того, как я прожила здесь, в Эстонии, мне тоже, если скажут куда-то поехать, где население больше миллиона, у меня не то, что паника будет, у меня шок, наверное, будет или стресс. Фраза «пойти на юг, погреться на солнышке», что вполне может означать Латвия или Литва. Прошло много лет с тех пор, как вы видели свой бумажный паспорт и автобусный проездной. И недели с тех пор, как вы видели наличные деньги. Это так. Я лично, наверное, за весь год только один раз видела наличные деньги. И лично я вообще никогда не ношу наличные. У меня нет кошелька, у меня есть только карточка банковская. То есть все здесь у меня хранится, где и телефон, и все карточки. То есть можно сказать, вот кошелек у меня всегда вместе с телефоном. Когда вы приезжаете в город, в котором есть метро, то вы готовы провести весь день, катаясь на метро. Вы предполагаете, что во всех остальных странах также имеется повсеместный доступ к интернету. Четырехзначные номера автобусных маршрутов заставляют ваш мозг отключаться. Вы чувствуете, что Тартусский университет входит в пятерку лучших, крупнейших, старейших университетов мира. И если вы закончили его, для вас открыты все жизненные пути. Купание в воде с температурой плюс 18 градусов совершенно нормальное летнее занятие. Хотя когда приходит лето, то вы в этот день работаете. Вы умрете, прежде чем узнаете, действительно ли кто-нибудь покупает все эти черно-белые свитера ручной вязки в старом городе Таллина. Вы можете назвать по памяти все действительно крупные музыкальные коллективы, которые выступали в Эстонии. Тебе наплевать на религию, но ты можешь часами теряться в духовном отделе книжного магазина. Вы думаете, что 1000 евро в месяц – это приличная зарплата? Человек, говорящий на трех языках, ничуть не впечатляет. Ну да, здесь местные говорят, что образованный человек знает как минимум пять языков. Ваши биологические часы с идеальной точностью определяют 15 минут с тех пор, как вы припарковали машину в центре города. Вы ждете зеленого светофора на пешеходном переходе, даже когда нет движения. Вам нравится киловый лейб – это бутерброд с килькой. Если поездка по городу занимает больше 10 минут, то вы раздражаетесь, ведь это так далеко. Вы знаете, кто такая Кармен Кась? И я, когда имя прочитала, я, естественно, не знаю, кто это. Пошла посмотреть в гугл, спросила, и когда фотография вышла, я сразу узнала лицо. Так что да, я тоже знаю, но не по имени. Ваш врач назначит посещение солярия. Вы считаете неизбежным, что вам придется ехать за границу за некоторыми вещами, одеждой, обувью, книгами, тематическими парками. Первоклассники с мобильными телефонами вас больше не удивляют. Люди, которые печатают медленно и осторожно, используя только указательные пальцы, подсознательно считаются иностранцами. Самыми сложными предметами, которые вы изучали в школе, были история Эстонии, география Эстонии и эстонская литература. И русский язык. О самой высокой горе в Эстонии можно говорить с гордостью. Гора Сур-Муна-Амяги, 318 метров. Можно временами пить горячий чай к горячей еде. Я, кстати, так делаю всегда. Я не могу запивать горячую еду холодными напитками, если это, конечно, только не лето. Вы используете мобильный телефон для оплаты парковки. 23 июня вы чувствуете непреодолимое желание выпить пиво, съесть шашлык, разжечь костер и не спать всю ночь. Это Яни Пяев или канун Святого Ивана. Каждый год глубоко в сердце веришь, что Эстония снова выиграет Евровидение. Картофель для вас то же самое, что рис для японца. Вы считаете, что лето состоит из трех недель плохой погоды для катания на лыжах. Невозможно представить свою жизнь без шоколада калев и водки виру вальге. Вы гордитесь тем, что Эрнст Хемингуэй написал, что вы можете найти хотя бы одного эстонца в каждой гавани мира. Десять месяцев в году слишком темно, чтобы вставать, и два месяца в году слишком светло, чтобы ложиться спать. И на этом мы заканчиваем. Напишите, какие-то есть еще, может быть, дополнительные характеристики по тому, как определить, что вы из Эстонии. Давайте пополним наш список. И если я наберу в комментарии достаточное количество, чтобы снять видео, мы это сделаем, когда наберется определенное количество. И всем спасибо за просмотр. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok